МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действительно, 1043 года – это очень большой срок. В преддверии дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, который будем отмечать 26 июня, мы по традиции уже проводим День города. Город действительно хорошеет из года в год. Это отмечают и наши гости, которых сегодня многочисленное количество приехало по нашему приглашению с нами вместе отметить это событие. Они отмечают развитие города, его благосостояние, отмечают его благоустроенность. Конечно же, мы вчера гуляли по городу. Город очень спокойный, чистый, упоительный. Граждане, вот смотришь, несуетливые такие, очень приветливые. Честно говоря, город очень понравился. Я замглавы города Пскова по ЖКХ и благоустройству города, поэтому всегда смотрим, какая чистота, как порядок, как архитектура и перенимаем опыт и в этом направлении. Сегодня состоится открытие и скульптур, и троллейбусного маршрута. Это тоже как бы подарок горожанам к этому Дню города. Строители наши постарались и вовремя сдали эти объекты. В 2003 году праздновали 100-летие в городе писатели. Это было 14 лет назад. И вот тогда возникла эта идея. И тогда появились первые эскизы. Но к этой идее вернулись только год назад. И решили все-таки этот проект воплотить. Ну и вот такая вот композиция. Золотая рыбка выходит из воды. Во рту она держит ключ города Витебска с символом герба. А в раковине я сделал для зрителей, для гостей города, сделал монетки, чтобы кувшин с монетками. Потому что кувшин с монетками, это же везде, как говорится, эти клады под водой везде же они есть. И чтобы люди могли тоже оставлять свои монетки, загадывать желание. За ключ дотронулся, загадал желание, бросил монетку и приехал в следующий, вот видите, там. Хочу обратиться и к маленьким детям, и взрослым людям. И сказать, верьте в чудеса. Чудеса иногда сбываются. Стоило сегодня открыть эти две скульптуры, подержаться за кувшин, потереть его, подержаться за золотую рыбку. И вот чудеса сбываются. Мы можем в городе Витебске провести огромнейший праздник, праздник друженикам села Дожимки. Чудеса сбываются. В 2020 году мы будем проводить Дожимки в городе Витебске. Большое спасибо. Поздравим, Николай Николаевич. Конечно, хочется поздравить всех с праздником. Пожелать вам праздничного настроения. Пожелать, чтобы вы жили в красивом городе. Чтобы вы его ценили. Чтобы вы его берегли. И чтобы вы его, вы именно вы, жители города, делали его краше. Праздник города, это, наверное, праздник каждого жителя нашего города. Поэтому хочу всех поздравить. Пожелать здоровья, семейного благополучия. И, наверное, уверенности в завтрашнем дне. И благополучия в каждую витебскую семью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Следите за новостями на портале городвитебск.бай Согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 года номер 924-16 с 31 декабря 2017 года прием наличных денежных средств и банковских платежных карточек будет осуществляться с установленным на кассовом оборудовании средством контроля налоговых органов. К 31 декабря 2017 года юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить средства контроля налоговых органов на кассовое оборудование, используемое при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. Электрон-сервис предлагает кассовые аппараты, обеспечивающие работу со средством контроля налоговых органов. Всегда в наличии широкий ассортимент кассовых аппаратов, весов, констоваров. Электрон-сервис проводит модернизацию работающих кассовых аппаратов с последующей установкой из КНО на кассовое оборудование. В нашей организации заключен договор СРУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», что позволяет в кратчайшие сроки установить СКНО на ваш кассовый аппарат. Приглашаем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами установить СКНО на ваше кассовое оборудование. Ждем вас по адресу Город Витебск Улица Терешковой, 7А Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова